Каждый посетитель музея современного искусства гараж, который только заходит в наше здание, в первую очередь обращает внимание на площадь искусств, на которой сейчас расположена масштабная работа Луис Буржуа, которая называется Маман. Бронзовая скульптура в 9 метров в высоту напоминает огромного паука, который охраняет здание музея. И действительно, в переводе с французского «маман» означает «мама» или «мамочка». Но почему вдруг Луис Буржуа решила назвать работу следующим образом? Неужели с ее матерью у нее связаны достаточно тяжелые воспоминания? Неужели она действительно боялась свою мать и пыталась как-то ее остерегаться? На самом деле нет, поскольку Луис Буржуа очень любила свою мать. Она считала ее главным своим другом, который способен был защитить ее от всех бед и невзгод. И также она относилась и к самим паукам. Она считала их максимально заботливыми, максимально осторожными и предусмотрительными. Именно поэтому паук в работах Луис Буржуа – это одновременно символ, который может нас защитить, но и также символ, который сам нуждается в опеке. Если мы посмотрим на паука чуть более внимательно, то мы увидим, что он стоит на восьми бронзовых ногах. Эти ноги, опять же, защищают его от нежелательного гостя и защищают его от всех тех, кто может проникнуть внутрь. Но с другой стороны, внутри каждого паука есть очень хрупкая брюшка, внутри которого Луис Буржуа закладывает различные объекты. К примеру, внутри работы Маман, которая находится на площади искусств, находится несколько мраморных яиц, которые говорят о хрупкости данного образа. А внутри работы, напротив которой мы сейчас с вами и находимся, которая называется клетка паук, находится несколько сфер, сделанных из стекла. Но почему паук Луис Буржуа одновременно агрессивный и хрупкий? На самом деле, этот момент непосредственно связан с матерью Луис Буржуа, поскольку в 1916 году мать Луис Буржуа заболевает испанским гриппом, одним из страшнейших заболеваний первой половины 20 века. И от этой болезни она очень долго пыталась вылечиться. Именно поэтому в школьные годы Луис Буржуа ей зачастую приходилось прерывать процесс получения образования и навещать свою мать в различных оздоровительных учреждениях. И после смерти матери в 1932 году Луис Буржуа решает начать путь получения высшего образования. Она поступает в один из главных французских университетов, в Парижскую Сорбонну, на факультет математики. Действительно, на тот момент Луис Буржуа увлекалась абстрактной геометрией и мечтала работать и развиваться в этой области. Но буквально через год Луис Буржуа бросает Сорбонну, решив стать художником, и начинает обучаться в различных художественных школах, и впоследствии становится ассистентом одного из главных художников первой половины 20 века, Фернана Леже. И ее образовательный путь продолжался вплоть до 1938 года, когда Луис Буржуа встречает своего будущего супруга. Его звали Роберт Гоутутер, и он был искусствоведом из Соединенных Штатов Америки. И в основном Роберт Гоутутер специализировался на первобытном искусстве, и впоследствии стал директором первого музея первобытного искусства в Нью-Йорке. И в этом же 1938 году Луис Буржуа выходит за него замуж, и вместе они переезжают Нью-Йорк. И именно в Нью-Йорке Луис Буржуа как раз и становится художником. Именно там как раз и начинается ее карьера. И о ее нью-йоркском этапе мы поговорим с вами уже на третьем выставочном этаже музея.